МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире подробности в студии Алексей Лихман. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Маски-шоу в Укртранснафте, как предприятие с боями обезглавили. Депутаты на паузе. Кто остановил работу парламента? Путин в картинках. Шарли Эбдо поставила российского президента в двусмысленную позу. Ну а начнем со скандала дня. Бурным выдалось утро в Укртранснафте. Там меняли руководство со скандалом, маски-шоу и обвинениями в хищении сотен миллионов гривен. Как все было, расскажет Ирина Романова. На повестке дня наблюдательного совета НАК «Нафтогаза» один кадровый вопрос о смене главы управления дочернего предприятия Укртранснафта. Так распорядился министр энергетики. И это компетенция «Нафтогаза», которому принадлежит 100% акций этой компании. Пропонуется высторонить с 19 березня 2015 года Лазорку Александра Ивановича. За все шесть членов наблюдательного совета и сразу же назначение. Пропоную голосовать за обранням Мирошника Юрия Петровича. Юрий Мирошник спешит приступить к обязанностям, но не тут-то было. Лазорка готова общаться только с главой наблюдательного совета. Дайте команду, будь ласка, мы вдохнили. Савченко и Мальцеву перепуску. С ними протискивается Мирошник. Для всех остальных вход воспрещен. Строго следуя команде Лазорка никого не пускать, охранник борется сначала за каждую ступеньку по дороге к шефу, потом за входный этаж. С той стороны показывают окровавленные пальцы, но дверь не открывают. Пусть на этаж открыт. Перед кабинетом Лазорка тоже охрана и тоже как Церберы. Охранец зачитывает решение наблюдательного совета и представляет нового руководителя. Тут отдает первое распоряжение. Лазорка в кабинете нет, но спустя несколько минут появляется, забирает какие-то бумаги со стола и направляется к выходу. Я щоденно спілкуюсь або с керівництвом НАК «Нафтогазу», в том числе и главой наглядовой ради. Мне до этой часы ни от них ни от кого, ни телефоном, ни при зустрічах не было озвучено про какие-то претензии. Отписи всех членов Грады с печаткой. Он не звольнен, он отсторонен, он отримает зарплату. А больше не там, в том числе уже сравнивают? На период переверки стану, финансово стану компанией. Именно с этого и планирует начать свою работу Юрий Мирошник. Рассказывает, откуда пришел на эту должность. Я работал в Слугу безопасности Украины. В оперативных подразделениях по предупреждению о борьбе с экономическими преступлениями. У меня есть опыт работы в нефтегазовой отрасли. Тем временем Александр Лазорко отправился на прием к министру и руководителю «Нафтогаза», чтобы услышать, почему же его попросили освободить насиженное место. Ирина Романова, Сергей Килимник, подробности «Селикомал Интер». Все это было утром, но ближе к вечеру история получила продолжение. Что сейчас происходит в стенах и у стен скандального предприятия, спросим у Елены Зориной. В данный момент мы можем связаться с ней по телефону. Лена, я надеюсь, ты нас слышишь. Что происходит, какая ситуация и правда ли, что в конфликт вмешался лично господин Коломойский? Леш, добрый вечер. Ну, на самом деле, пока что сложно сказать, что здесь происходит. Возле здания «Укртранснафты» мы заметили автобус с правоохранителями по периметру, люди в черном. Нам удалось пробраться в середину, в холл здания. Там находятся люди в камуфляже и вооруженные дубинками. Ну, кто они, объясниться они не захотели. Руководитель охраны «Укртранснафты», который днем участвовал в потасовках, нам объяснил, что наверх нам попасть не удастся, потому что там якобы ведутся переговоры со старым и новым руководством. Ну, кто на них присутствует, он не уточнил. Ну, а, собственно, когда мы выходили из здания, мы заметили, как туда направлялся заместитель главы Днепропетровского угла госадминистрации Геннадий Корбан. Ну, это пока что вся информация, которую могу сообщить. Будем дальше разбираться в ситуации. И я думаю, что сообщим детали минуточку позже. Давай так и договоримся. Ясно, что что-то происходит. Лен, ты внимательно следи за конфликтом. Как только у тебя будет последняя информация, дай нам знать. Мы тебя немедленно выведем в эфир и узнаем о тебе последние новости. Спасибо, Лена. Ну, а тем временем «Укрнафта» остановила работу парламента. Вернее, законопроект об акционерных обществах, который напрямую касается этого предприятия. Одни депутаты хотели его принимать, другие тоже вроде бы хотели, но при этом саботировали процесс. Кто победил и за что сегодня голосовали, еще что приняли, Екатерина Лысенко подробнее расскажет. Лебединое озеро в черном зеркале у стен парламента. Так медийщики пришли просить депутатов принять закон об общественном телевидении. В этом законопроекту 1357 прописаны изменения таки, что это должно быть создать общественное мовление в форме публичного акционерного товариства 100% акций в властности государства. Будет создать на базе НТКУ мовника телевидения. На местных ОДТРК станут основой для местных телевизионных мовников. Законопроект есть в повестке дня, как и проект закона об оппозиции, который позволил бы контролировать вас и особенно правительство. На минулому тижне из страны ушел последний иноземный инвестор в газовой сфере. За два месяца до того еще пять компаний лишили производительность. Две основные причины, почему они лишили бизнес. Это непредвиденное податковое законодательство. А вторая причина – это масштабная коррупция в уряде. Но все, что успевают принять депутаты – президентский законопроект о военном резерве. 273 решения принято. Если раптом агрессия Москвы начнется в полномасштабной, президент ведет военный стан. И очевидно, что в этом тебе риск увеличить количество военных сил. В первую очередь это будет сделано за ракурой первой очереди резервы. В первой очереди резервы есть ветераны АТО. А после трибуну парламента заблокировали с требованием поставить на голосование так называемый закон об Укрнавте. Профильный комитет, который неделю не собирается и не дает выводов по документу. Уже пятый раз поспиль комитет Верховной Рады с питанием экономической политики, а точнее, деякие его члены комитета, сведомо игноруют заседание комитета. Законопроект снижает кворум для проведения собрания акционеров. И Укрнавты он напрямую коснется. Сейчас предприятие, где у государства 50 плюс 1% акций, не может провести собрание акционеров, потому что структуры группы «Приват», у которой 42% игнорируют это собрание. Мы снижаем, соответственно, кворум до 50% и выше, что позволяет в данном случае, ну, если мы возьмем, например, Укрнавты, провести сбор акционеров, изменить, соответственно, процедуру выбрана на Гридовую Раду, переобрать и выбрать нового руководителя компании для того, чтобы он потом, от имени государства, смог осуществить выход от дивидендов. То есть, сейчас Укрнавты может свое собственное желание, або платить дивиденды государства, або не платить, этот закон будет ей завоевать. Утреннее заседание так и закрылось блокировкой трибуны, но не безрезультатно. Комитет все-таки собрался. Комитетом с питанием экономической политики был рассмотрен данный законопроект 2273, рекомендация парламента принята его в первом читании за основу. В первом чтении законопроект приняли, и, несмотря на мнение комитета, предложили проголосовать в целом. Проголосовали и в целом. И сразу же депутаты приняли закон об общественном телевидении. И тоже в целом. А вот закон об оппозиции так и остался непринятым. У большинства руки не дошли. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцарь, Сергей Коваль, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер. Восток Украины. Как прошел день там, узнаем от наших корреспондентов. Первый на связи с нами Вениамин Трубачев. Веня, здравствуй. Какая ситуация на передовой? Алексей, ну, самая напряженная ситуация на фронте сейчас в районе Донецкого аэропорта. Боевики продолжают обстреливать поселок Песк. Интенсивность, интенсивные обстрелы сейчас в основном в ночное время, но и днем бои тоже не прекращаются. И вот передвигаться по Пескам можно только перебежками. Многие улицы террористы простреливают, но армейцы и бойцы добровольческих батальонов продолжают удерживать свои позиции. Стреляют ежедневно, не по графику. В основном мины, логи. Ну, с АГС. Интенсивные обстрелы? И стрелковые снайперские. Ежедневно идут трехсотые. И, ну, к сожалению, слава богу, не каждый день, но двухсотые тоже периодически идут. В Песках остается еще несколько десятков местных. Они живут без воды, газа и электричества. И вот наблюдается такая тенденция, что бои стихают, когда приезжают наблюдатели ОБСЕ. Но только они покидают поселок, обстрелы возобновляются. И вот несколько раз и наша съемочная группа сегодня попадала под огонь боевиков. Но нам удалось снять репортаж. И вот предлагаю посмотреть. Постоянные взрывы и выстрелы. Война в Песках не прекращается ни на минуту. Армейцы показывают, куда прилетают гранаты. По наших следах начался агрессивный обстрел. Все по периметру, по наших следах, где мы проходили, постоянно нам ложили в слег. Или десь тут сидит их корректировщик. То, что десь зоникался. И я реально не могу сказать. Периодически в Песке заходят и диверсионные группы боевиков. И завязываются ближние бои. Военные вынуждены стрелять в ответ. Отсюда до позиций боевиков не больше километра. Они постоянно стреляют из автоматических гранатометов и пулеметов. Периодически работает снайпер. И поэтому военные рекомендуют долго здесь не находиться. А раньше, еще буквально несколько недель назад, здесь вообще нельзя было быть. Потому что боевики постоянно вели огонь из градов и минометов. И очень много разрушений, сгоревшая техника, разбитые дома. И вся земля усыпана осколками. Снова начинается обстрел и приходится вместе с военными прятаться в подвале. Даже в таких экстремальных условиях армейцы не теряют чувство юмора. Россия кажется, что украинская армия положена натовским оружием и так далее. Да, все правда. Нет, все правда. Нас есть натовское оружие. Мы все. Мы направлены на людей. Дуже прикольно. С подсвольником для сепара специально. Все специально подключается, чтобы запутать их, где мы находимся. В поселке все здания разрушены. Из местных осталось несколько десятков человек. Продукты им приносят военные. Но каждый раз это риск для жизни. Постоянно стреляют. В огород Раисы Афанасьевны попал снаряд. Провалилась крыша в доме, а бабушка получила осколочные ранения. Военные помогли остановить кровь. Я за поры их переступила, и вот так, как пьяна, чуть не упала. Но тут же кровь, как обычно, с руки вперед, бутри раны. Вот тут дуже рана страшна была. Пески по-прежнему под контролем украинской армии. И отступать бойцы не собираются. Продаем землякам витание. Спить спокойно мы. На границе Пески. В наших руках. Да, ты доходила нормально. Вениамин Трубачев и Игорь Сулий. Подробности телеканал Интер. Пески. Донецкая область. В зоне АТО работает и другой мой коллега Ярослав Кречко. Он с нами на связи. Ярослав, здравствуй. Где ты был сегодня? И что можешь рассказать? Добрый вечер, Алексей. Да, вот ситуация на передовой остается прежней. Полной тишины нет. Из минометов и артиллерии боевики открывают огонь по Пескам, Опытному и Авдеевке. Это Донецкое направление. А мы сегодня были в районе Горловки. Там постоянно стреляют по украинским позициям в Майорске и в районе других населенных пунктов недалеко от Горловки. Кроме того, там боевики в последние дни постоянно распространяют слухи о своем возможном наступлении. Технику мы слышим. Она когда работает, она прогревается. Большое количество техники в районе шахты 6-7. Вчера они прогревали, она никуда не двигалась. Максимум по каместь сразу после перемирия. Миномет работал немного, 120-ка. И в принципе все. Сейчас АГС работает и у них. И крупнокалиберный пулемет. Каждый день в районе Горловки завязываются перестрелки. Вот о ситуации там на передовых украинских позициях я предлагаю посмотреть в нашем материале. Из оккупированной Горловки слышны звуки пушек боевиков. Командир с позывным «Ятрань» прислушивается. Прорваться боевики пытаются на эти соседние позиции украинских военных. Через час после обстрела ребята рассказывают, из чего террористы открыли огонь. Крупнокалиберный пулемет до ШК или утес. У нас такие перестрелки каждый день. Слова военных боевики подтверждают сразу после нашего приезда. Отвечают украинские бойцы, когда террористы подходят слишком близко. Как этой ночью разведка боевиков. В рядах этого батальона сейчас пополнение. На передовой некоторые ребята меньше недели. Тех, кого новички заменили, как раз демобилизировали после года службы. Новобранцы рассказывают, к стрельбе быстро привыкаешь. А еще быстрее к пылевым условиям и солдатской еде. И все как один говорят, в военкомат по повестке пришли без колебаний. Ирслав Кречко, Александр Данилов и Николай Терещенко. Подробности в телеканал Интер. И заглянем за линию фронта. О жизни в оккупированных городах нам каждый день рассказывают местные жители. Сегодня мы дозвонились в Луганск и Донецк. Давайте послушаем. Аптеки практически все полупустые. Спросила подруги детскую присыпку. 40 граммов присыпки 17 гривен с копейками. Это вообще из области фантастики. Проблемы с пропусками. Все в шоке. Ждут очередных каких-то электронных. Всякие нововведения нам только минус. Потому что люди не могут идти получить пропуска, которые бумажные. А сейчас еще непонятно, что вводится. Господи, как мы ждем скорее, чтобы что-то сделалось в лучшую сторону. Как мы встали от всего. Как мы с дергами. Цены очень высокие. Покупать продукты становится просто невозможным. Работникам исправительных колоний уже выдали зарплату в рублях. Объясняют это тем, что расплачаться особо не было. Ни гривны, ни валюты нет. Поэтому порезли из России партию российских рублей. В Луганске на одной из основных улиц провал теплокраса. Вода очень сильно текла. Сутки практически, несмотря на то, что звонили, вода тихо текла. Потому что это никому не надо было. За ту плату мизерную, которую 24-й рублей предлагают органы. Для того, чтобы ухорожить город, конечно же, никто этого не хочет делать. Воду в Донецке, в общем-то, с краном идет явно не питьевая вода. Она, конечно, поступает, идет нормальным напором. Но очень острый запах рыбы, часто огневой рыбы. Эту воду явно пить нельзя. Ну и, конечно, идут предупреждения о том, чтобы кипятили 5-7 минут. Но вкус воды не тот. Вот. У меня жуткое ощущение, что это возможные разлагающиеся откровения от боев, которые были на нашей территории. Ну и до конца месяца на временно оккупированной территории будет восстановлено вещание украинских телеканалов. Об этом заявил министр информполитики Юрий Стейц. В зоне АТО установят специальные передатчики. Девять уже закупили в Польше. Цена, по словам министра, символическая. Доллар за штуку. Обещают помочь также страны Балтии и США. Часть оборудования уже в Донецкой области. И уже сегодня обещание в некоторых неподконтрольных Киево-населенных пунктах возобновиться. Не первую неделю продолжаются бои вблизи Мариуполя. Боевики атакуют там сразу в нескольких направлениях. Подробнее Эльвина Сеид Булаева. Эля, здравствуй. Мы тебя внимательно слушаем. Какая ситуация? Здравствуй, Леша. Под Мариуполем ситуация по-прежнему напряженная. Сегодня террористы 8 раз нарушили режим тишины. Канонады вражеских орудий слышны и под Широкиной, и Чермоликом. Боевики ведут не только из стрелкового орудия огонь, но и из минометов и гранатометов. И вот, несмотря на массивные обстрелы со стороны боевиков, наши военные продолжают стоять на своих позициях. Алексей. Спасибо, Эля, за работу. Это была Эльвина Сеид Булаева с самыми последними новостями с мариупольского направления. Украинские каналы могут быть отключены злоумышленниками в любой момент. Такое заявление буквально час назад распространил на своем сайте телеканал Интер. Компания ссылается на собственные данные о том, что на протяжении года сигнал ее вещания неоднократно глушился электромагнитными помехами. Но обращения в правоохранительные органы результатов не дали. В заявлении говорится, отключение сигнала возможно не только для Интера, а и для других украинских телеканалов. Компания обращает внимание на эту проблему президента, премьеры, СБУ и СНБО. И отмечает, в Украине сейчас нет технологий, позволяющих устранить помехи для спутниковых трансляций. Глушат подробности. Подробности недели «Черное зеркало» с августа прошлого года. Этим делом занимается генпрокуратура и СБУ. Насколько близко к разгадке следствия и с какой целью нас пытаются глушить? Подробнее Ольга Рыцарь. Все началось в августе прошлого года. Эфиры Интера блокировали ровно в момент выхода подробностей «Черного зеркала», подробностей недели, а позже всего новостного продукта. Тогда наше руководство написало десятки писем. В прокуратуру, СБУ, МВД, в госцентре радиочастот, нацкомиссию по регулированию в сфере связи. По факту возбудили уголовное дело. Но результата в расследовании до сих пор нет. Нас глушили несколько месяцев, и об этом у нас был не один сюжет. Но очевидно, когда резонанс стал слишком широким, злоумышленники притихли. И вот, несколько недель назад глушение возобновилось с новой силой. Нам посыпались письма от телезрителей. Когда начинаются 8 вечера новости, отключают канал Интер. Новости заканчиваются, и канал Интер включают. Несколько дней подряд во время вечернего выпуска новостей периодические помехи трансляции. Отсутствие сигнала во время подробностей. До и после программы прием нормальный. Небоясное средство приема тарелка. Наблюдается неоднократно. Очередной выпуск подробностей не могли посмотреть и в нескольких районах Сиева. Я живу в Негровском районе, район ДВРЗ. Вот именно когда подробности происходит такая ситуация, что вещание как бы интеройдет, но нету звука. Помеха создается на этапе подачи сигнала на спутник. Наши новости намеренно глушат с помощью передвижной станции. Скорее всего, это автомобиль со спутниковой тарелкой на крыше. Выяснили в СБУ. На сегодняшний день задокументовано техническими засобами СБУ. Сам сигнал, который вносится в загальный потех с территории Украины на спутник, этот сигнал на сегодняшний день анализуется, вивчается техниками. В ближайшее время мы будем иметь полную картину относительно того обладнания, которое вглазируется для внесения забат в трансляции. То, что это делается преднамеренно, очевидно и для медиаэкспертов. Если глушат сигнал спутника конкретно в то время, когда идут новости, значит это нужно тем, кто пытается создать помехи, чтобы новости определенного телеканала люди не увидели. В СБУ не разглашают подробности дела, чтобы не навредить расследованию. И оправдывается найти такую машину, а скорее всего их несколько, очень сложно. Обладнание не находится в одном месте, и оно демобильное. СБУ сделает максимум возможного, и для того, чтобы локализовать эту загрозу перешкод. Это очень непростой автомобиль, и любые сотрудники ГАИ, любые блокпосты могут на определенной территории засечь, либо очевидцы, свидетели. Любое средство радиоизвучения в Украине подлежит регистрации. Но мы уверены, все, кто так настойчиво пытается помешать вам увидеть подробности, «Черное зеркало» и воскресный итоговой выпуск будут привлечены к уголовной ответственности. Надеемся, в ближайшее время. Ольга Рыцарь, Елена Митясова, подробности, телеканал «Интер». 97 тысяч гривен, и он на свободе. Ректор Альбовской финакадемии Петра Буряка, задержанного два дня назад при получении взятки, суд отпустил под залог. Отстранил от работы, впрочем, тот сам пообещал уволиться из-за моральной атмосферы в коллективе. Петра Буряка милиция задержала 16 марта с поличным. Он как раз получил 2000 долларов от претендентки на вакансию преподавателя. При обыске в кабинете и квартире Буряка изъяли наличных на сумму более 2 миллионов гривен и 5 килограммов золотых изделий. Позже его супруга рассказала, деньги они копили целых 20 лет. А от килограммов золота и вовсе открестилось. Их якобы придумали средства массовой информации. Ни Аллаха, ни пророка его Мухаммеда, ни Путина не боятся карикутеристы из Шарли Эбдо. Целый разворот еженедельника посвящен президенту России в годовщину аннексии Крыма. Как же изобразили Путина, видела София Гордиенко. Им угрожают, не стреляют, они продолжают рисовать свои веселые картинки. Свежий номер Шарли это своеобразная поздравительная открытка Путину. На одном развороте вся его жизнь, верование и учение. Сверху на фоне безрадостного пейзажа ГУЛАГа знаменитая фраза о том, что распад СССР был величайшей катастрофой столетия. В центре сам Путин со святыми отцами на бицепсах в руках сжимает неугодных революционеров. Ну а картинка чуть ниже собственное описание не нуждается. Что тут еще сказать, именно такую половую мощь президент соседней страны пытается показать всему миру. В общем, путинский дух со спрутом Газпромом, запекающим всем рот, и жертвами режима журналисты передали в своем стиле. Если раньше в России еще спорили, стоит ли перепечатывать карикатуры из Шарли Эпдо, то сегодня понятно. Ни в коем случае. После такого психологического портрета лидера нации, поднявшихся с колен, вряд ли хоть одно новостное агентство или телевидение России, в принципе, упомянется и симпатичнейший разворот. Страшно. И грустно. София Гордиенко, Василий Трышковский. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Шабаш прошел, да заплатили не всем. О скандальном концерте в канун аннексии Крыма и о тех, кто разделяет совсем другие ценности, расскажет наш Сапкор в России Данил Русаков. Прошли почти сутки после торжественного концерта на Красной площади, а страсти все не утихают. Вдруг неожиданно выяснилось поддержку захвата Крыма. Люди вышли не бесплатно. Вы почему снимаете? Вы историем, конечно. Подробная история очень. О том, что без денег не оставят, слухи ходили еще накануне. В интернете появились даже сообщения. Ждем трезвых и красивых. Мы обещали по 300 рублей. По нынешнему курсу это около 5 долларов. Сущие копейки. Но в кризисные времена, какое-никакое, дофинансовое подспорье. Заплатили всем или только половине, до сих пор неизвестно. ГУВД насчитало аж 90 тысяч участников митинга. А еще, по словам оппозиционера Яшина, непатриотично повел себя ведущий концерта. Вместо рублевого потребовал долларовый гонорар. Примечательно, что все торжества с песнями и плясками проходили в нескольких сотнях метрах от места, где меньше 40 дней назад зверски убили Бориса Немцова. Смерть оппозиционера, даже столь известного, для них не повод, чтобы не было менять в своих планах и расписаниях. Государственная дума даже отказалась почтить память Немцова минуты молчания. В этот раз, как и во многие другие разы, журналисты проводили оперативный эксперимент. Один получил 300 из одного издания, другой получил 350. Люди нужны, поскольку задача была сделать самое большое мероприятие. А эта история тоже о концерте, но совсем с другим оттенком. Московская бабушка Лида готовится пойти на выступление Шарля Азнавуара. Это французский шансонье. Столичный журналист заприметил женщину возле киоска с афишей в метро. Она напевала французские мотивы. Шансонье узнал о женщине и теперь хочет встретиться с ней в Москве. Билеты обещали купить организаторы. Пенсионерка стала настоящим героем в соцсети. Кстати, с рок-н-роллом она тоже знакома. Вот только такая слава в интернете бабушку смутила. И на концерт она идти пока что стесняется. Данил Русаков, Виталий Коваленко. Московское бюро. Телеканалы Интер. О санкциях против России говорил Арсений Яценюк. Сегодня в Брюсселе. Там открывается двухдневный саммит Евросоюза. Продолжение санкций, срок которых истекает в июле, одна из главных тем форума. Сейчас против их продления семь стран. Венгрия, Словакия, Австрия, Испания, Кипр, Италия и Греция. Я решительно отвергаю любые дебаты относительно ослабления санкций. Говорить можно лишь об их усилении. В случае, если Россия не будет стремиться реализовать минские договоренности. Пока премьер в Брюсселе, пенсионеры-инвалиды Донбасса ждут решения Киевского апелляционного суда по делу о возобновлении соцвыплат на территории АТО. Сегодня суд не состоялся. Причина не явка одного из участников процесса, так называемой третьей стороны. Еще в ноябре Кавмин постановил прекратить соцвыплаты на территориях подконтрольных боевикам. Это решение спорила в суде пенсионерка из Донецка Нина Иванова. Вслед за ней с подобными исками обратились еще 15 жителей Донбасса. Суд первой инстанции не выиграли, но Кабмин подал апелляцию. Вот сегодня должны были слушать дело по существу. Но из-за неявки третьей стороны, жителя Киева, который к выплатам не имеет отношения, но пожелал участвовать в процессе, суд перенесли почти на месяц. Этот человек является просто налогоплательщиком и гражданином Украины. Он не житель Донбасса, он просто самовыдвинулся и потребовал своего участия в суде для того, чтобы поддержать сторону ответчика кабинет министров. И я понимаю, что кабинет затягивает рассмотрение процесса. Еще месяц назад правительство должно было восстановить выплаты мирным жителям в зоне конфликта. Это несколько миллионов людей. Это пенсионеры, это инвалиды, это матери с детьми. Но правительство пошло на античеловеческий шаг. Подало апелляцию, чем приостановило это решение. И теперь всяческими путями затягивают решение. Прокурорские войны. Подробности пошли по следам вчерашнего скандала. В истории ГПУ против прокурора Киева разбиралась Ирина Баглай. Прокуроры против прокуроров. О том, что прокурора Киева подозревают во взятничестве и злоупотреблении служебным положением, сам прокурор Сергей Юлдашев узнал из интернета, находясь в отпуске. В соцсети появился ответ Генеральной прокуратуры на депутатский запрос Куприян. Сам Сергей Юлдашев не против расследования, тем более, что вся система сейчас в процессе иллюстрации. Насторожила столичного прокурора, кто подписал ответ. Я очень сомневаюсь в объективности, если за расследованием будет назирать Баганец. История конфликта Юлдашева Баганца давняя. Уголовные дела против себя прокурор Киева считает отместкой за сына Баганца. В свое время он был в подчинении у Юлдашева. Мне стало известно о том, что его сын, работая на должности членника управления, прокуратура Киева, крышевал сеть игровых заведений. Я, соответственно, проинформировал Генерального прокурора и попросил принять меры. Я считаю, что таким образом Баганец действительно хочет свести личные счеты. Баганца Бладшего в результате перевели в прокуратуру областную. И, казалось бы, конфликт исчерпан. Но, по всей видимости, как говорят, неприятный осадок остался. Вот этот конфликт между Юлдашевым и Гаганцом, он скрывает вот эту семейственность в системе генпрокуратуры. От этого надо отказываться, от этого надо очищаться. Мы бьем по людям, а не бьем по системе, по кланам. Война прокурора в отсутствии генпрокурора не прецедент для Украины, вспоминают политологи. Сейчас в связи с болезнью Виктор Шукин в отпуске. Вот его ведомство и начало кадровую борьбу. Должность прокурора Киева считалась ни первой, ни второй в иерархии, в прокурорской иерархии. Это возможность влияния на политические процессы, поскольку большинство наших политиков прописаны в Киеве. А сам фигурант уголовных дел по-прежнему в неведении. Что же таки ему вменяют? В понедельник выйдет из отпуска и примется за исполнение служебных обязанностей прокурора Киева. Официальных повесток, уведомлений или просто приглашений на беседу в ГПУ так и не получил. Нет официальных заявлений по этому поводу и на сайте Генеральной прокуратуры. На наш официальный запрос прокомментировать открытие уголовного производства Генеральная прокуратура также не ответила. Ирина Баглай, Алексей Шматов, Геннадий Аникеенко. Подробности – телеканал «Интер». Продолжаем подробности. Останетесь с нами и узнаете еще много важного и интересного. Защитники второго сорта. Почему погибших добровольцев не признают участниками АТО? Дележ царевских угодий. Кому достанется земля диозного беглеца? Кэмерон за стеклом. Британский премьер прожил один день на публику. В Житомире протестовали пенсионеры. Чего требовали? И кто пытался их успокоить? Подробнее Елена Митясова. Ганьба! Ганьба! Это пенсионеры Житомирской области пытаются докричаться до правительства. Жить, говорят, стало не по карману. Если посчитали, что однокомнатная квартира будет где-то до тысячи рублей стоимость. Вот посчитайте, у меня двухкомнатная квартира, это где-то полторы тысячи. И у меня пенсии полторы тысячи. За что я буду жить? Плохо нам, плохо власть, плохо командует. Что для себя делают? Уйти и не скандалить. У стен Житомирской госадминистрации стариков просит милиция. Митинг незаконный, админсуд запретил его проводить. Но люди и слышать об этом не хотят. Отодвинуть пенсионеров пытались активисты свободы. Я понял, что ситуация плохая. Но мы тоже видим эти ошибки. Но инструментарием сейчас Путина есть их уже давняя политическая сила, которая поставила себе за мету уничтожить украинскую независимость. Ребята в камуфляжах сломали пенсионерам несколько плакатов. Милиция от комментариев отказывается. Жизни Иннокентия Челпанова медики оценили в 14 тысяч гривен. Именно столько стоит операция по шунтированию сосудов. Таких денег у пенсионера нет. Вот и вынужден жить на таблетках. Эти таблетки, они очень дорогие. Это все вместе в комплексе брать. Это около тысячи получается. Берем так по одной, по две пластинки. Он прошел вторую мировую, был ликвидатором аварии на ЧАЭС, а сегодня должен выбирать, какой статус из двух ему дороже. Правительство поставило такой ультиматум всем пенсионерам. Это нарушение Конституции. Задним числом человека лишать статуса и лишать того, что положено. Поэтому мы обратились в Конституционный суд, чтобы эту норму отменили. И зарегистрировали в парламенте законопроект, чтобы также убрать эту норму из того античеловеческого закона. Тем временем митингующие под Житомирской облгосадминистрацией написали обращение к президенту, премьер-министру, Верховной Раде. Требовали общения с губернатором, но тот к людям не вышел, был на сессии. Пенсионеры говорят, если Киев их не услышит, поедут в столицу. Остается у нас одна душа, а в Киеве не гроша. Живут депутаты, миллионеры, но гирко плачут пенсионеры. Елена Митясова, Максим Чеблин, подробности телеканал Интер. Царева раскулащили. Адиозного беглеца лишили и менее, и сотен гектаров Днепропетровской области. Кто заживет по-новому на отобранных паях, Наталья Грищенко узнавала. Обычное село, обычное поле, вот только собственники здесь появятся очень необычные. Они снимут военную форму и с БТРов пересядут на трактора. На этом месте будет первое эко-поселение бывших участников АТО. В прошлой жизни он владелец агропредприятия, сейчас же боец вооруженных сил Украины. По земле Сергей истосковался так, что готов засевать это поле хоть сейчас. Земля хорошая, черноземчик богатый. Хозяева этого поля 87 бойцов. Все из одной бригады. Специально договорились взять участки рядом. Так и пахать, и сеять, и собирать урожай проще. Бананы мы не писали, рукколу в принципе, это как для собственного употребления. Но если серьезно, то все это в стадии разработки. Земля семьям участников АТО полагается по закону. Из расчета 2 гектара на одного бойца. Чиновники обещают поторопиться с оформлением. Мы надеемся, что это будет 3-4 месяца. По иронии судьбы, поле для создания эко-поселения бойцам досталось в наследство от того самого поклонника русского мира, беглого нардепа Царева. Недавно выяснилось, как минимум 5 лет фирма беглого нардепа пользовалась землей на основании просроченных договоров аренды. Как так вышло, сельский глава объясняет путано. В селе только и разговоров, что о новых соседях Наталья Михайловна, ее сын, тоже ушел добровольцем. Говорит, ребята заслужили, но сетует, начинать все с нуля будет дороговато. Одна хатына вот такая. И то просят 12-15 тысяч, а если построиться, то будет очень дорого. Бойцы далеко пока не загадывают. Говорят, сейчас главная задача выжить. Сдадим мобилизациям еще как минимум месяц. Наталья Греченко, Евгений Куденцов, телеканал Интер, Днепропетровская область. Неземлиния обещанных льгот. Родные погибших добровольцев в зоне АТО оказываются без поддержки государства. В чем причина такого льготного неравенства, разбирался Сергей Бордюжа. В фойе Акимовского сельсовета всегда живые цветы. Так здесь отдают дань памяти погибшим односельчанам. Один из них – 30-летний Мяруш Мярушниченко. Многих, которые на этой фотографии, тоже нет, которые погибли. Это произошло 12 августа. Автобус с бойцами расстреляли на одном из блокпостов под Донецком. Сказали, что вроде как ехали по обмену военнопленных. Таким образом, они где-то там их просто перестретили и обстреляли. Они были безоружны. Своего мужа Таисия в последний раз увидела вот в этом сюжете одного из российских телеканалов – тяжело раненого. В результате выстрелов по автобусу погибли почти все, кто в нем ехал. Те немногие, кому удалось выжить, сдались донецким ополченцам. В тот же день Мяруш умер от ран. Дома остались двое сыновей. Младшему Спартаку 7 месяцев. И до сих пор семья погибшего бойца не получила ни компенсации, ни льгот. Нет статуса участника АТО, нет и помощи от государства. Добиться этого статуса родные погибшего добровольца попытались в местном суде. Но там лишь признали факт участия Мярушниченко в боевых действиях. Но статус участника в боевых действиях она не присвоила. Указывая на то и отмахиваясь тем, что это не полномочия суда. Согласно постановлению Кабмина, присвоением статуса участника АТО занимается специально созданная межведомственная комиссия. Но работать чиновники не свешат. Это бюрократия, которую нужно пройти по многим ступенькам. Такая комиссия заседает только один раз в неделю. Это уже говорит о том, что не каждому человеку это возможно и доступно. В Верховной Раде зарегистрирован соответствующий законопроект о присвоении статуса участника АТО бойцам всех добровольческих батальонов. Депутаты обещают, в ближайшие дни документ поставят на голосование. Украинские бойцы, воины, которые погибли, будут в складе этих формований. Они тоже будут в возможность их родины отримать социальный захист, перебаченный. Мне никакие льготы сына не вернут, поверьте. Но остались дети. И раз уж так, пусть государство повернется и посмотрит на моего сына, на тех, которые погибли, на тех, которые идут добровольцами. Чтобы они знали, что их семьи будут защищены государством. Со временем, когда маленький Спартак подрастет, ему расскажут, как и за что погиб его отец. Но пока малыш учится самостоятельно делать первые шаги и обнимает портрет в траурной рамке. Сергей Бордюжа, Ольга Теребинская, Екатерина Лысенко, Игорь Воробей. Подробности, телеканал Интер. Как утолить кадровый голод в условиях экономии? И как подготовить квалифицированных специалистов для промышленных предприятий? Выясняли наши корреспонденты. Третий курсница химфакультета Оксана вместе с одногруппником проходит практику на Черкасском азоте. Здесь, в цехах, студенты осваивают сугубо рабочие специальности. Такую возможность предоставляет само предприятие, причем совершенно бесплатно. У нас постоянно идет нагрузка на узел выпаривания. То есть после узла попадает на подогреватель. Закончение всей практики, то есть чисто в теории мы можем идти на место аппаратника четвертого разряда по выводу, ну по абсорбции. Обучение длится 4 месяца. Этой теорией практика теоретические занятия проходят здесь же, в админкорпусе завода. Под аудиторией выделили два этажа. Преподают специалисты предприятия. Анна Сенок и инженер, и лектор. Говорит, треть студентов, которые прошли практику, остаются работать на заводе. Мы уже читаем лекции для студентов, ну я не знаю, на протяжении, наверное, лет 7-8. Приятно видеть, да, что многие студенты, я их уже вижу как наших работников, причем не просто рабочих, а специалистов. Азот давно сотрудничает с Черкасским технологическим университетом и профтехучилищами. Предприятию нужны квалифицированные специалисты, и оно готово вкладывать в них деньги и знания. Мы, кроме того, что выполняем функции как дополнительное обучение для учебного заведения, мы готовим кадровый резерв для предприятия. Сейчас на рынке труда в Украине остро не хватает рабочих и технорей. В то же время свыше половины выпускников вузов не могут устроиться по специальности. Треть безработных – молодые люди. Мы, как Федерация работодателя, это уже обсуждаем не первый год, чтобы была четкая квота, за что государство тратит деньги и каких специалистов оно получает. Потому что, к сожалению, мы сегодня имеем такой пример, когда человек закончил образование, он может сразу идти на биржу труда и устраиваться, получать все пособия, потому что он не может устроиться на работу. Поэтому, мне кажется, на мой взгляд, надо было бы решить, что государство оплачивает и какие сертификаты, какие дипломы они получают, где они признаются. Реформа образования, по сути, уже началась, но вот с работодателями ее никто так и не обсудил. Студентка-химик Оксана Костев особо не переживает, знает, что после практики на Азоте получит сертификат квалифицированного специалиста, а главное – работу. Андрей Кровец, Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко, телеканал Интер, Черкассы. Министерство внутренних дел Германии опровергло данные о воюющих на Донбассе немцах. Представитель ведомства Гюнтер Крингс заверил, что на стороне сепаратистов на востоке Украины воюют не более 10 граждан Германии, а не сотни, как утверждала ранее газета «Вельд Амзонтак». И за это им грозит уголовная ответственность. Франкфуртские беспорядки и Киевский Майдан – не все в Германии видят разницу. Нешуточный скандал разгорелся из-за неосторожного заявления одного из депутатов. Продолжит Татьяна Лагунова, наш Сапкор в Берлине. Немецкие коммунальщики приводят в порядок город. Немецкие политики оправляются от шока. Черный дым, водометы и слезоточивый газ, более двух сотен травмированных полицейских и демонстрантов и полтысячи задержанных. Такие массовые беспорядки в Германии случаются нечасто. Представители левого движения «Блук Юпай» с самого утра собрали пресс-конференцию, чтобы сказать, они такого не планировали. Такие акции не были одобрены в рамках всего нашего движения. Акции, которых мы не хотели. Не планировали, но почему это случилось, понимают. Политик от партии «Левые» Ульрих Вилькен, это он подал заявку на проведение акции протеста, заявил, всему виной недовольствие. Политикой Германии, Центробанка и Евросоюза в целом. Мол, они навязывают странам ЕС, переживающим финансовый кризис, режим жесткой экономии. И тем самым провоцируют бедность. Мы понимаем людей, которые в ярости от такой политики. Остановить это мы сможем только остановив политику, против которой мы протестуем. Впрочем, единомышленников у Вилкина в Германии нашлось немного. Большинство немецких политиков осудили беспорядки. Да и насколько велика роль социального недовольства, сказать сложно. По данным полиции, большинство демонстрантов протестовали мирно. Столкновение же спровоцировали ультралевое. Многие приехали из других стран Европы. С самого начала было понятно, и мы об этом говорили, что среди участников акции будут те, кто готов применить силу. Как местные, так и приезжие из-за границы. Они анонсировали беспорядки, что и произошло. Теперь же немцы ломают голову. Как не допустить подобного в будущем? Рецепт политикам и силовикам нужно придумать как можно быстрее. Летом в Германии состоится саммит Большой Семерки, против проведения которого будут выступать демонстранты из разных стран мира. Уже сегодня прозвучала идея на время саммита возобновить пограничный контроль при въезде в Германию. Татьяна Угнович, Слав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Вернемся к Укртранснафте. Напомню, около часа назад там началась вторая волна скандала с увольнением руководства предприятий. Снова на связи с нами Елена Зорина. Лена, ну что происходит? Какие новости? Да, Леш, добрый вечер. Ну, потихоньку ажиотаж вокруг Укртранснафты вспадает. Двери, вход в центральное здание забаррикадирован. Тут были журналисты, также мы заметили народных депутатов, есть представители милиции, заметили автобус. Ну вот еще пробраться в здание можно, интересная деталь, пробраться в здание можно через ресторан, который находится рядом, он находится сбоку. И вот нам удалось сюда пробраться, и мы увидели в холле людей, одетых в камуфляжную форму. Они были вооружены дубинками, оружие мы не заметили. И также там были люди, которые назвали себя представителями охраны компании Укртранснафта. И вот, что нам рассказали. Давайте послушаем. Охрана банковского помещения и Укртранснафта помещения, на которые было совершено рейдерское нападение. Кто совершил? Кто совершил? Ну вот разбираемся сейчас, кто это совершил. А говорят здесь Дим Чишин и Коломовский. Ну у меня нет такой информации. Ну вот люди в камуфляже объясниться не захотели, что происходит внутри, там где находятся кабинеты топ-менеджмента. Также узнать не удалось. Нам сказали, что там якобы договариваются между собой новое и старое руководство. Но кто присутствует на этих переговорах, пока что не ясно. И вот когда мы выходили из так называемого черного хода через этот ресторан, мы увидели, как туда заходит заместитель главы Днепропетровского благосадминистрации Геннадий Корбан. Давайте посмотрим, как бывает все. Давайте посмотрим, как бывает все. Что происходит внутри, на этажах, где расположены кабинеты топ-менеджмента. Мы сейчас расспросим у представителя «Нафтогаза» и заместителя главы наблюдательного совета компании «Укртранснафта». Это Андрей Пасечники. Андрей, может быть вы проясните немножко ситуацию, что же все-таки происходит внутри и кто там находится? Добрый вечер. На сегодня было заседание наблюдательного совета «Укртранснафта», на котором был отстранен действующий глава «Укртранснафта» «Укртранснафта» в выполнении обязанностей и назначил новый глава компании, исполняющий обязанности, Юрий Мирошник. После того, как он приступил к выполнению своих обязанностей, вечером приехал в офис «Возорка», вернулся. С ним приехал губернатор Днепропетровска Коломойский, Геннадий Корбан, депутат Хамутынник и около 40 вооруженных людей, которые полностью заблокировали здание. И фактически происходит захват государственной компании непонятными структурами. Почему сейчас уехал министр и что дальше? Что происходит? Договариваются, не договариваются? Проясните. Министр довел к господину Коломойскому позицию акционера, что она согласована с руководством государства. Наблюдательный совет принял решение на основании приказа министра. То есть все процедуры были соблюдены и на вполне законных основаниях был отстранен Лазорка. Поэтому решение было доведено, Коломойский его изучает с юристами. То есть они сейчас находятся внутри? Абсолютно верно. На не совсем законных и непонятных основаниях. И что дальше вы будете делать как представитель наблюдательного совета этого предприятия? Это будет зависеть от руководства государства. Министр и новый руководитель выехали. Я так понимаю, будет при завершении, о чем будем сообщать дополнительно. То есть пока что вот эти люди, которые там находятся, они будут находиться там дальше? Вам что-то об этом известно? Я считаю, что это не решает проблемы, так как необходимо полностью, чтобы руководство новое вступило. Мы в принципе можем поселить, грубо говоря, этого руководителя у нас в нефтегазе. И он будет руководить компанией. Захват офиса фактически ничего не даст. Спасибо. Это было мнение Андрея Пасечника, представителя компании «Нафтогаз Украина». Ну и, Леша, мы продолжаем следить за развитием событий. Действительно, будем следить за этой детективной историей. Спасибо тебе, Лена, за работу. Это была Елена Зорина из-под стен «Укртранснафты». Ну что ж, вот такими были подробности сегодняшнего дня. Я благодарю вас за внимание. Увидимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok